привет ребят сегодня на обзоре у меня продукция компании jbl и это компонентная акустика клуб 6500 c называется нарисованный mid bass и twitter и кроссовер и сделана перфорация то есть проставочное кольцо у вас уже сразу есть прям из коробки если коробку не жалко можно просто вот вырезать аккуратную перфорацию от эту это размер проставочного кольца под медбасу размеру mid bass 160 миллиметров указано что-то компонентная акустическая система то на нескольких языках продублирована также здесь вот есть размеры внешний размер глубина установки посадочный диаметр размер twitter а также внешний посадочный диаметр установочная глубина размеры кроссовера указаны высота ширина глубина длина все указано на немножко характеристик буквально вообще чуть-чуть просто обязан зачитать потому что них не каждый я думаю встречал такие компоненты вот здесь вот очень мелким шрифтом я попробую увеличить конечно прочитаю все равно вслух компонентная система динамиков размером 160 миллиметров крупноразмерные конусы вуфера плюс ванн для углубления звучания низких частот купольные высокочастотные динамики с катушкой и технологии пивай компактная конструкция которая подойдет для большинства транспортных средств высокая чувствительность и отличное звучание даже при использовании заводской стереосистемы rms 60 ватт пиковая мощность 180 ватт частотная характеристика от 55 герц до 20 килогерц номинальный импеданс 3 ома чувствительность 2,2 и 83 ватта на метр 92 децибела все что я нашел по-русски я зачитал давайте откроем посмотрим что же там внутри 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 пенопласт вот такая вот пластинка гарантия инструкция и все остальное и плюс еще две наклеечки jbl оранжевые вот такой пенопласт здесь два твиттера они очень маленькие я конечно же достану потому что нам еще надо будет послушать с вами вот такой вот маленький твиттер ребята вообще малюсенький то есть он целиком на ну 30 может быть 35 миллиметров и внутри там что-то блестит ну явно не шелковый купол в общем какой-то свой какое-то изобретение фирмы jbl здесь вот две клеммы разного размера то есть не перепутайте плюс-минусом никак где уж тут плюс-минус я не знаю может может быть черной полосой плюс пока я не вижу не нахожу здесь никаких обозначений припаяно все аккуратненько так что еще с твиттером идет вот такие вот установочные треугольники куча всяких вот таких вот вещей вот такие вот есть на болт крепления это вот гайки ребята полный комплект я устанавливать их не собираюсь но пока то есть я взял чисто для обзора для ознакомления приобрел вот вот такой вот кроссовер симпатичный чтобы поближе посмотреть аккуратно скрою маленький пластиковый кроссовер это вход то есть либо от усилителя либо от головного устройства берете это слева вот в ф это на вуфер то есть на низкочастотный динамик и тв это на twitter выхода все ничего лишнего два крепления черного цвета разбирать его не буду комплектуется twitter полностью по крайней мере здесь есть практически все для подключения дальше вытаскиваем митбасы или митбасы сразу что бросается в глаза здесь есть кольцо специальное ребята вот такое вот оно из пластика но никто вам не запрещает сделать такой же точно из фанеры это дело как говорится хозяйская но то что он идет с динамиком это конечно круто более за те деньги сколько эти динамики стоят вот такая вот сетка необычная мне нравится вот внешний вид симпатичный я не знаю может вам не понравится вот мне нравится сетка сразу готовая то есть она закреплена ничего не надо клеить никуда отсюда крепится четырьмя саморезами сетка соответственно динамик крепится точно так же то есть все крепится одновременно единственно что ну может может быть может быть кто-то захочет дополнительно прикрутить я бы на она не рекомендовал все-таки здесь по-другому немножко все сделано чем обычно очень строго все симпатично и эстетично вот так вот выглядит сам медбас я думаю видно вам да 10 небольшие потеки какие-то есть ну то чисто эстетика не знаю может быть кто-то и придерется он очень легкий то есть у него небольшого размера магнит и довольно таки массивные фланцы но веса это не не сильно так добавляет скажем так то есть во вполне такой легенький медбас корзина очень интересно то есть не просто кольцо и от не перфорации а уши какие-то вот сделаны для крепления отдельные и вместо губки например или пластика здесь вот выдавлена видите да я думаю видно ступенька выдавлена и на эту ступеньку уже приклеен вот он подвес подвеса имеется здесь утолщение в этом месте подвес небольшой высоты одна волна резиновые на первый взгляд может бутил каучуковый может быть я не знаю там уж просто бутиловый понятия не имею если честно характеристиках это я не увидел здесь колпак вклеен тоже из такого же материала как и диффузор скорее всего это полипропилен потому что ну бумагой тут вообще никак не пахнет вот они подводящие вклеены в диффузор залиты клеем клея в принципе в достатке никаких щелей ничего такого перекосов никаких не вижу корзина очень интересно с небольшой посадочной глубиной я там по моему читал но уже забыл нет на она не читал 45 миллиметров примерно посадочная глубина ну и плюс еще проставочное кольцо идет комплекте то есть оно тоже съесть сколько-то примерно 4 или 5 даже миллиметров у корзины есть дополнительная вентиляция то есть шайба находится наверху под шайбой уже находятся вот эти вот дополнительные отверстия перфорации 6 штук здесь вот одно ухо здесь второе на этом ухе две лопаточки сделаны аккуратненько припаяны прикреплены заклепкой и плюсовая помечена плюсом минусовая минусом они разного размера минусовая тоненькая плюсовая больше то есть это 2 и 8 миллиметра называется это 4 и 3 по моему называется размер подводящие вклеены в диффузор как я уже сказал медного цвета довольно таки толстенькие жестенькие ну вполне должны работать хорошо катушка дюймового размера то есть примерно 25 миллиметров на первый взгляд шайба жесткая хода не особого динамика но басить будет я думаю катушку видно через зазоры через вот эти все просматривается на верхнем фланце имеется отверстие вентиляционная закрыта какой-то тканью изнутри заклеена может быть бумага может быть к отсюда не видно такая ну в общем однородная плотная какая-то материя может быть ткань небольшого размера магнит два фланца примерно два с половиной три миллиметра толщиной металлических на верхнем фланце я еще раз повторяюсь есть отверстие и наклейка с названием фирмы модели а также какой какие характеристики есть есть рмс и пиковая мощность размер и все по моему все остальное это уже сделано во вьетнаме тогда дам все где импортеры и так далее в общем не характеристики а именно то что касается брендирования именно вот такой ребята митбас также здесь в этом в этом пенопласте запихнут вот такой вот комплект здесь куча скотча двухстороннего или одностороннего а это односторонний какой-то уплотнительный материал но это надо будет читать инструкцию возможно они где-то пишут куда его использовать может под динамик клеить может под twitter я же не знаю в общем видимо чтоб ничего нигде не дребезжала такая вот спиралька есть комплекте и просто такая хорошая жмение саморезов саморезы в разной длины скобы то есть есть саморез вот такой длины примерно 45 есть примерно 30 есть примерно вообще вот малюсенький и средний видов несколько для всех видов крепежа видимо и для крепления кольца и для крепления twitter of для всего остального проводов я не вижу здесь может никто не покажет проводов я здесь не вижу ребята это меня немножко почему-то удивляет как-то это все странно реально проводов и не нашел хотя вот есть клеммы которые подразумевают что должны быть провода я думаю что они должны были лежать вот здесь но их нет ребята зашел на сайт производителя посмотрел значит розничная цена 4490 просто чтобы узнали а то может кто-то описание не читает под видео значит комплекте одна пара динамиков одна пара грилей для динамиков одна пара твиттеров одна пара внешних кроссоверов крепежи для twitter of и руководство по эксплуатации то есть никаких проводов ничего такого не упоминается странно конечно возможно решили удешевить немножко то есть сэкономили на провода хотя что там на них экономит особенно вот на таких проводах по моему тут особой экономии нету ну плюс там они бы положили 200 рублей я не знаю потратили бы короче сомнительная экономия но вот за это я просто минус ставлю именно этому комплекту посмотрим как он будет звучать второй динамик выглядит даже лучше чем 1 крайне мере вот этих потеков меньше есть как-то переборщили немножко с клеем вообще композиция именно вот конструкция сама ну видно что авторская все-таки по разведения что это не заказной какой-то продукт очень интересно выглядит единственно вот у меня теперь сейчас небольшой осадочек что нет все-таки проводов хотя twitter и комплектуются вот такими разъемами это как-то не очень хорошо принципе распаковку считаю завершенным по давайте просто приступим к прослушиванию мне не терпится уже их послушать комплект не из дешевых ну и как бы не супер там топовый такой средний скажем 100 новый сегмент и хочется послушать его подключать буду через штатные кроссоверы посмотрим как он будет звучать очень интересно очень интересно а вы не переключаете сейчас все будет что давайте послушаем подключил я все головное устройство kenwood 320 и усилитель mosconi gladden one подключена на мост ну понимаете да на плюс одного канала и на минус другого мост получается срезы с кроссовер выключен полностью то есть в ноль все подключено через свой родной кроссовер через пассивный и как twitter так и medbus то есть подключен провод и оттуда уже выведено все давайте послушаем включу пару треков ненадолго чтоб не растягивать видео сравнивать ни с чем не буду абсолютно нет смысла никакого просто новых динамиков у меня такого типа не осталось компонентных все поразобрали ребята за что им огромное спасибо кстати вот поэтому просто послушаем вы уже сделаете свои выводы там понравилось вам звучание не понравилось но я скажу как обычно пару слов своего личного скромного мнения примерно на половину мощности здесь у меня в помещении которую я могу дать вообще в этот динамик со своей конфигурацией звук очень приятный вполне все хорошо когда начинаешь громко делать я заметил этот эффект он кстати проявляется не только на этих динамиках а и на других в автомобиле я пробовал делать тоже когда погромче начинаешь делать появляется неприятный такой призвук чик чикающий такая середина ядовито появляется то есть искажение начинают появляться гармонически кроссовер очень маленький скорее всего там не реализован low pass фильтр в этом кроссовере соответственно midbus играет всю полосу поверху и и появляются паразитные вот эти призвуки и желательно подключать через активный кроссовер либо через процессор тогда будет получше звук звучание мне нравится очень комфортно и хороший мясной midbus середины достаточно она не лезет в ухо слушать очень комфортно высоких немножечко они вообще не чувствуются если вам хочется чтобы они выделялись вам нужен будет другой twitter поэтому возможно вам желательно рассмотреть другую компонентную акустику готовый имею до комплект либо покупать отдельно midbus отдельно twitter здесь twitter очень небольшого размера он не лезет не выбирает и сцены его не слышно так что прям как будто вот 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 как когда включаешь середину и включаешь упор сразу слышно отличие здесь его практически не слышно он есть ты вот чувствуешь слышишь его но он не вылазит скажем так не выделяется из общей картины и это очень хорош хорошо это баланс звук вполне достойный за те деньги сколько стоит этот комплект проводов в комплекте как я уже сказал нет единственно мне непонятно зачем сделали тогда на твиттере клеммы разного размера сделали бы просто луженые концы не надо было тратиться еще и на клеммы сэкономили бы еще и на клеммах это вопрос к jbl я не знаю смотрит ли меня эта компания или нет большой им привет если смотрят ребята молодцы хорошие продукты делаете да именно импортером это послание и производителю конечно же не достучишься очень все сложно далеко и на другом языке давайте послушаем еще женский вокал ну и может быть оба свое мнение поменяю пока что мы вот с вами послушали муж мужской вокал где мужчина читает рэп по крайней мере пытается это пока вот такой один из немногих треков которые не банятся на ютубе и я его с удовольствием использую пока дальше пока неизвестно что будет вообще с авторским правом поэтому пока так ребята громкость оставляют ту же жанр немножко меняется там был что-то такое треп-рэп здесь будет что-то типа drum and bass а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При добавлении еще 4 делений громкости вылазит наверх уже теперь Twitter, то есть появляются и на нем искажения. Вполне неплохо справляется с вокалом, приятный вполне звук на умеренной громкости. На повышенной громкости, как практически у всей компонентной акустики, да и у эстрадной, начинают появляться вот эти вот искажения небольшие совсем, и они для меня, например, неприятны. Поэтому я не люблю рупор в одиночку слушать, когда рупор один играет, потому что слышно все, что он искажает вообще в звуке. Звук поменялся, там, видимо, высоких было поменьше в том треке, может быть другой мастеринг, другое сведение. К сожалению, я не могу авторские, ребята, треки включать, заблокируют просто. Поэтому слушаем то, что есть, может быть качество еще. Поэтому могу сказать такое, появилось ощущение, что вот он Twitter, вот он, я его слышу хорошо, четливо. Появилось немножко такого стеклянного звука, то есть он стал пожестче, потому что тут звук полностью синтетический. Это надо понимать, это drum and bass. Насколько я могу понимать, да, drum and bass же, напишите, кто соображает в жанрах. Вот, и, ну, все равно звук остается приятным, он располагает к себе, слушать приятно. Возможно, в поканальном подключении, если Twitter подключить через активный кроссовер, если mid bass подключить через активный кроссовер, картина будет совсем другая, звук будет еще круче. И это, скорее всего, 99%, что звук станет лучше. Потому что вы сможете, во-первых, свести их по уровням, во-вторых, так отфильтровать, как вам нужно. Если это интересно, если это вам интересно, если такой эксперимент, где я могу подключить поканально, послушать, может быть, даже от головного устройства, не обязательно подключать от усилителя, то напишите обязательно свое мнение в комментариях, я читаю все комментарии. Если я не отвечаю на комментарии, это не значит, что я его не прочитал. Возможно, ответ на ваш комментарий будет в следующем или каком-то чуть попозже видео. Ребята, у меня нет времени всем печатать текст, у меня на печатание текста, к сожалению, уходит очень много времени, поэтому прошу меня понять и простить. Комплект достойный, однозначно стоит своих денег. Если не хотите ничего дорабатывать, рекомендую. Единственное, что нужно хорошо будет прикрутить, вибро и шумоизолировать абсолютно дверь, потому что Мидбас довольно-таки мясной, и если вы не подготовите дверь, скорее всего, будет дребезжать у вас все, что там только могло дребезжать. Вот, всякие тяги, крючки, замки, все что угодно вообще, вплоть до проводов и саморезов и клипс, поэтому двери подготавливайте, ребята. Еще раз повторяю, фильтрация в данном, при данной прослушке была только штатным кроссовером, который идет в комплекте, я его подключил. Никакие фильтры ни на усилители, ни на головном устройстве не использовались, поэтому звучание такое, какое оно есть. Оно не настраивалось, только ознакомительное. Если интересно, чтобы отфильтровать, вывести по уровням, то пишите. Я надеюсь, что данное видео окажется вам полезным, может быть, у вас нет возможности посмотреть, как выглядит данный комплект, вы посмотрите, сделайте свои выводы, понравилось вам, не понравилось, может быть, где-то закажете. Большое спасибо за просмотр, всем большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока, ребята, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok